Привет всем, с вами я, Володя Шевский, и сегодня я покажу вам, распакую и первые впечатления расскажу о Samsung Galaxy A7. Это, можно сказать, самый старший смартфон в линейке A, то есть я имею в виду, что есть A5, ну не A5, а A5, и есть смартфон A3. Вот их три в линейке A, но есть еще как бы первая альфа, но он как бы немножечко другой, эти идут вот так, вот так, и, конечно же, я в каком-то из видео сделаю такое небольшое сравнение A3, A5 и A7, но в этом видео я поделюсь с вами, ну, во-первых, распакую, посмотрим, что там внутри, и поделюсь с вами первыми впечатлениями о данном девайсе. Прежде всего, хочу отметить то, что смартфон был произведен, дата выработанства, время, или дата производства 1 января 2015 года, то есть это самый свеженький смартфончик, очень свеженький. На обратной стороне есть некоторая информация, давайте мы ее более подробно рассмотрим, и сверху у нас мы видим, ну, кроме логотипа Samsung A7, 16 гигабайт, далее, Super AMOLED, Ultimate VWIN, то есть это будет типа, короче, вообще супер обозрение или как-то, далее, Full Metal Body, Slim Design, и, ну, по селфи, фишки по селфи, которые похожи были в J1, но тут, наверное, более расширено. Теперь о технических характеристиках, которые написаны здесь, это, ну, поддержка сетей, там, HSPA+, далее, процессор восьмиядерный, какой-то я не знаю даже какой, полтора гигагерца, четыре ядра и четыре ядра по гигагерцу, далее, Super, а, Full HD AMOLED, то есть 5,5 дюймов Super AMOLED экран, Full HD 1920x1080, камера основная 13 и 5 Мп фронтальная камера Dual SIM, ну, там особенность то, что, ну, это в обзоре я уже, в принципе, расскажу, ну, и у меня в белом цвете аппарат, поэтому будем его рассматривать сейчас все вместе. Итак, вот сам смартфон, мы его отложим пока в сторону, посмотрим на комплектацию, кстати, видите, как и во всех смартфонах, есть дырка под камеру, потому что на смартфоне, я, правда, взял А5, выпирает камера, в принципе, на этом то же самое, видите, везде она выпирает одинаково, то есть, в принципе, по сути, они, ну, как бы в определенном формате вообще являются братьями-близнецами. Так, документация, зарядка, меня интересует это, ну, видите, это не Fast Charging, как в Note 4, то есть это обычный адаптер Samsung, вот эта печалька, то есть я вот очень бы хотел, чтобы здесь тоже была технология Fast Charging, но она, скорее всего, будет в Galaxy S6, это как бы не совсем того уровня, того формата смартфон. Далее, это USB, коротенький, по количеству витков я вижу, что он не более метра, к сожалению, коротенький, не люблю я короткие. Далее, это идут NASA, а, вот у нас идет, короче, пимпочка, я уже и забыл, как она называется, ну, короче, для открытия скрепка, вот, скрепка, это ж надо такое. Далее, это дополнительные насадки для наушников, вот такие они, и непосредственно сами наушники, наушники неплохие, интересные. Самое интересное то, что мне нравится, как бы, в наушниках Samsung, то, что есть регулировка громкости и есть кнопочка ответа на звонок. В принципе, комплектация, ну, я бы не сказал бы, что она какая-то нестандартная, но нестандартность добавляет только вот эта скрепка, из-за того, что сам смартфон имеет разъемы для того, чтобы, ну, как бы, отдельно, короче, все это доставать, а не снимать крышку, вот так. Будем так говорить, сейчас я все это кладу вовнутрь, теперь давайте я буду снимать пленочку, немножечко я уменьшу. Так, заднюю пленочку снимаем, перламутрово-белый цвет такой, есть еще вот на примере А3 я покажу вот такой цвет, то есть два варианта. Возможно, есть еще какие-то варианты, но больше я, к сожалению, не нашел. Вот два цвета таких, причем, что, смотрите, смартфоны идентичны, только разный размер. Ну, и, соответственно, характеристики разные. Сейчас я покажу вам пятерочку, вот А5, такой, типа, как мини-сравненецы. Вот они и так выглядят, по сути, братья-близнецы. Далее, на обратной стороне слева находится вспышка, справа динамик. Также находится камера по центру, которая выпирает, и очень сильно, вы видите, она явно выпирает. Выпирание камеры в айфоне выглядит просто детским лепетом на лужаке по сравнению с выпиранием в этом смартфоне. Но, скажу вам, что он, как несет некоторые неудобства, да, вот это выпирание, как и несет определенный, как бы, бонус в том, что смартфон, когда его прикладываешь, к примеру, к поверхности, ну, давайте я, в частности, к поверхности коробки приложу, вы видите, есть расстояние, соответственно, динамик, он не закрывается, и это является, можно сказать, определенным преимуществом. Далее, на левой стороне у нас находится качелька регулировки громкости, плюс ко всему мега красивая металлическая окантовка, полностью все это металл, хотя оно все покрыто пластиком, это достаточно странно, но тем не менее. Далее, у нас снизу находится микрофон, microUSB, и также у нас находится разъем для наушников. Мне очень нравится то, что разъем для наушников находится снизу, видите, в A5 он тоже находится снизу, сейчас, а, и в трешке тоже снизу, вот, в трешке тоже снизу, это радует. Далее, на правой стороне у нас находятся два разъема, которые открываются скрепочкой. Я возьму свою скрепку, так как все-таки не совсем удобно, то распаковывать нужно. Вот так они открываются, все очень просто, легко достается, и тут у нас слот для nanoSIM. Один слот идет для nanoSIM, второй идет для nanoSIM, но комбинированный с слотом для microSD, то есть можно установить microSD карточку. Сейчас я вам это продемонстрирую, кладу... Так, у меня есть все, что нужно, у меня есть. Так, вот, к примеру, это пример nanoSIM-ки, размер. Для того, чтобы это была nanoSIM-ка, вы устанавливаете его вот таким вот образом. Сейчас я покажу вам за фокусом. Так, ну, устанавливайся, nanoSIM-ка, вот она, видите, nanoSIM. То есть получается так, что вы можете сделать nanoSIM. Теперь смотрим с microSD, это происходит вот таким вот образом. Получается, microSD карта, только, насколько я понимаю, она с другой стороны, кладется на... А, нет, она кладется с этой стороны, вот в этот разъемчик. Интересно, я сделаю? Да, у меня получилось это сделать. Вот так показываю вам. То есть получается так, что таким вот образом это nanoSIM, таким вот образом это microSD. Ну, я надеюсь, максимально наглядно показал. Поэтому приготовьтесь, что вам обрежут в магазине, если там хороший сервис, вам это сделают бесплатно. Если плохой сервис, то с вас возьмут деньги. И также хочу порекомендовать всем тем, кто обрезает nanoSIM, сохранять вот эти плюшки. Вдруг, не дай бог, вам потребуется установить nanoSIM в другой смартфон, вы что можете сделать? Такую вам делаю лайфхак. Ну, просто можно вот эти как бы штуки покупать в Китае. И они есть такие специальные для nanoSIM, которые делают разные симки. Но вот на этом примере это я вряд ли покажу. Вот у меня есть моя вырезанная МТСовская карточка, которая просто стоит сюда. Я беру элементарно, кладу, короче, эту большую симку, nanoSIM, вот, в принципе, ага, фиг, нет, не одевается. Ну, ладно, неважно. Короче, вы поняли суть. Суть в том, что можно из nanoSIM сделать обычную симочку. Так, ну что, дальше. А то я уже слишком много уделил, как бы, некоторым тонкостям внимания. Ну, надеюсь, это вы зацените этот формат. То, что я стараюсь максимально подробно рассказать. Все-таки, говорится, видео не должно быть ля-ля, тополя, до свидания. Привет, пока. То есть, видео должно быть максимально информативным для вас, для того, чтобы вы могли понять все особенности. Тем более, человек, который приобретает устройство или планирует приобрести такое недешевое устройство, должен знать максимально много. Сверху динамик у нас, датчики идут, и фронтальная камера, которая 5 мегапикселей, хорошая. Снизу у нас идет механическая кнопка. К сожалению, эта механическая кнопка не имеет сенсора отпечатка пальцев, как это происходит в Galaxy S5. По-моему, если я не ошибаюсь, в Альфе и в Note 4, здесь такого, к сожалению, нет. Также хочу отметить еще один интересный момент. Сейчас я зафокусю. Вы видите, что этот металл, он разделяется белыми полосочками. Это означает, что разделение для антенны идет. Это нормально, не переживайте, все так оно должно быть. Теперь мы смотрим еще на надпись Qualcomm. Боже мой, неужели здесь 615 Qualcomm? Это очень интересно. Я бы очень хотел узнать, какой здесь процессор. В обзоре я обязательно буду об этом более подробно затрагивать. Если здесь Qualcomm 615 64-битный проц, то это будет, по-моему, вообще мега здорово. Это, по-моему, очень даже супер-бупер. Конечно же, об этом мы узнаем чуть-чуть попозже. Пока что мне нужно будет настроить устройство. Мне нужно будет более подробно, близко с ним познакомиться. Мне нужно будет пару раз разъедить батарейку. Было бы тоже неплохо, чтобы была разряжена батарейка. И что мне еще нужно? Ну, затестить камеры, фронтальные, связь и все остальное. Ну, кстати, пишите вопросы, что вас, возможно, интересует. Я еще дополнительно постараюсь учесть эти все нюансы. Все, на этом я буду заканчивать. Вот такая была распаковка, комплектация и первые впечатления смартфона Samsung Galaxy A7. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Максимально информативным. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и смотреть другие интересные видео на канале. Плюс ко всему, если есть на канале конкурсы, то тоже участвуйте в них. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.